Прошлый раз мы закончили, поэтому я начну сразу без всяких вводных слов. Прошлый раз мы закончили с вами на том, что связали одночастичную функцию распределения с термодинамическими характеристиками системы, проговорили ее связь с упорядоченным движением частиц, потоком и так далее. И я в качестве заключения этого сюжета скажу вам замечание. Давайте вот сюда напишем замечание, а потом вернемся к структуре уравнения, которое мы уже там, я по-моему, успел до заглавия сказать. Итого, замечание. Таким образом мы видим, что уже одночастичная функция f от t, r и p, что уже одночастичная функция f от t, r и p содержит достаточно важную информацию о системе. но информация-то, конечно, много, но, к примеру, она не выдает нам для расчета внутреннюю энергию, то есть ее помощью внутреннюю энергию не рассчитать, для которой надо знать уже двухчастичную неравновесную функцию f2, которую мы еще не вводили, но по аналогии с прежними функциями, которые в конце прошлого семестра введены, она должна зависеть от пяти аргументов f, t, r1, p1, и здесь r2, p2. Поэтому, конечно, к примеру, внутреннюю энергию с помощью f одночастичной вам не описать. Итого, а теперь давайте приступим к самому главному, и не самому простому, выясним структуру уравнения для f. Или, иначе говоря, можете озаглавить, получим для начала, это самое начало всех этих рассуждений, кинетическое уравнение для функции f без учета какого-либо взаимодействия между частицами вообще. Без учета какого-либо взаимодействия между частицами вообще. Вспомним, что наша WN подчиняется уравнению Лиувиля, DWN по DT подчиняется уравнению Лиувиля, то есть здесь у вас живут скобки Пуассона, сумма по i от единицы до n, здесь у вас DH по DR и Т на DWN по DP и Т, минус DH по DP и Т на DWN по DR и Т, где Гамильтониан, конечно, сюда входит в полный, но я разделю эти скобки Пуассона на две, здесь я напишу, что у нас часть Гамильтониана, которая не содержит взаимодействия, живет в этих скобках Пуассона, плюс часть Гамильтониана, которая зависит от взаимодействия, живет во вторых скобках Пуассона, учитывая, что мы хотим вывести структуру для начала, без учета какого-либо взаимодействия. Что такое H0 и что такое H1? Это просто. Вы пишете ваш Гамильтониан и разделяете его на привычные части, то есть здесь у вас сначала сумма по И от 1 до Н, П и Т квадрат на 2М плюс У от Р и Т, а здесь у вас парное взаимодействие, плюс сумма по И меньше Ж от 1 до Н, и здесь у вас Ф и по модулю Р и Т минус РЖТ. Ну, знакомый вам Гамильтониан. Так, короче говоря, вот эту вот часть логично я обозначил за H0 в первых скобках Пуассона, а вот эту часть за H1. Заметим, чтобы рассчитать эти скобки Пуассона, ну, во-первых, ДН по ДП и Т, давайте напишу, там дальше достаточно все просто, но только считать нужно аккуратно. ДН по ДП и Т, смотрим на наш Гамильтониан, ДН по ДП и Т, видим, что П живет только в H0, видим, что П живет только в H0, и тогда у вас получается здесь ДН по ДП и Т, или, иначе говоря, П и Т на М, или, иначе говоря, П и Т на М. ДН по ДР и Т. ДН по ДР и Т. Ну, это, Р и Т у вас живет и в первой части Гамильтониана, и во второй, поэтому здесь вам придется написать, что это ДУ Р и Т по ДР и Т, по ДР и Т, и плюс сумма по G, но здесь у вас G не равно И, вы останавливаете индекс, по которому дифференцируете, и поэтому здесь у вас ДФ от Р и Т минус РЖТ, минус РЖТ, но вы остановили индекс, по которому дифференцируете, то есть у вас здесь по ДР и Т, и сумма бежит только по G не равному И. Да. Да, я сейчас напишу его, потом покажу, что я его выкину, а потом в более сложных уравнениях мы его вернем, поэтому здесь я пока просто его пишу. Тогда ДВН по ДТ с выбрасыванием вот этого слагаемого, которое мы потом вернем, но я его написал, чтобы вы видели, что я выбрасываю, у вас тогда будет сумма по К от единицы до Н, сумма по К от единицы до Н, ну H0 мы смотрим только, тогда здесь у вас будет ДН по ДР, это у вас ДУ по ДРКТ, ну давайте так я напишу, ДУ по ДРКТ, вот теперь я выбрасываю взаимодействие, только просто я его специально написал, чтобы показать, что я выбрасываю. ДУ по ДРКТ на ДВН по ДПКТ, и минус, ну это вещь у нас ПКТ на М, поэтому здесь минус ПКТ на М, на ДУН по ДРКТ. И вот дальше шло бы еще слагаемое, связанное с взаимодействием, а именно вторая сумма, связанная с вот этим слагаемым, поэтому я вот подчеркну, что вот здесь я ее выбросил. Понятно, что случилось? Вот пока я ее выбросил. То есть вы пока получаете структуру уравнения без взаимодействия. Дальше давайте скажем такие слова. Подействуем на каждое слагаемое. Подействуем на каждое слагаемое. Следующей конструкцией, вот буквально на каждое слагаемое. Н, и здесь идет интеграл, и здесь интегрирование от ДР2 до ДРН, и здесь ДП2, ДП2 и так далее, ДПН. Тогда, действуя на каждое слагаемое этой конструкции, вот я эту длинную вещь все-таки напишу, вы получаете, что слева у вас живет Н. Вот, в принципе, мог бы не писать, но вот не пожалею все-таки времени на это. Н, Д, В, Н по ДТ. Здесь у вас ДР2 и так далее, ДРН. Здесь ДП2 и так далее, ДПН. Ну, это-то ладно, а вот дальше сложнее. Дальше у вас идет сумма по К от единицы до Н. И на каждое слагаемое суммы подействовано вот такой конструкции. Поэтому напишите, что здесь у вас тогда Н. Интеграл ДУ по ДРКТ на ДВН по ДПКТ. И здесь все вот эти вот страшные, ДР2 и так далее, ДРН, ДП2 и так далее, до ДПН-ного. И минус. И минус сумма по К от единицы до Н. Н, Н. И здесь у вас еще второе слагаемое живет, тоже страшноватого вида. Интеграл ПКТ на Н. Здесь у вас ДВН по ДРКТ. И вы на каждое слагаемое действуете этой конструкцией. То есть здесь у вас ДР2 опять до ДРН-ного. И здесь ДП2. Но самое главное, что первым индексом вы не действуете. Самая главная игра состоит в том, что первым индексом в этой свертке вы не действуете. Давайте обозначим всю вот эту конструкцию, в которой живет, ну вот, всю вот эту первую конструкцию, вот эту вот всю, для дальнейшего обсуждения буквы А, а всю вот эту вторую конструкцию, большую, буквы Б. И посмотрим, какие нюансы происходят как бы в недрах этой конструкции. Этих конструкций. Ну давайте пункт первый. Обратим внимание. Так и напишите. Обратим внимание. То есть сейчас все будет как бы попроще. Обратим внимание. Ну давайте пункт первый, но начнем все-таки с конструкции Б, потому что, ну на мой взгляд, здесь это приятнее и очевиднее рассмотреть. Короче говоря, если рассмотреть конструкцию Б, то вы заметите, что у вас всегда в ней встретится интеграл, ну например, такого вида, интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, я его аккуратно пишу, для, допустим, индекса, у вас же индекс К бежит, допустим, до индекса 2. То есть П, второе, и здесь иксовая компонента для определенности на М, и здесь у вас Д, дубль, В, Н, Д, дубль, В, Н, по Д, Р, 2. Ну для определенности допишу сюда иксовую компоненту, но по Д, Р, 2 у вас идет свертка, поэтому здесь у вас будет Д, Р, 2, иксовая компонента. Вот такая конструкция у вас встретится для всех индексов, кроме первого. Согласны с этим? Потому что у вас, то есть для П, третьего, у вас здесь будет Д, дубль, В, Н, по Д, Р, третья, но Д, Р, третья здесь у вас тоже есть. И то есть я написал для случая К равно 2, но очевидно, что такое случится для всех индексов, кроме первого. Согласны со мной? Такая конструкция встретится. Раз такая конструкция встретится, давайте ее обсудим. Тогда перед вами минус П, 2, для определенности иксовая компонента на М, и дубль, В, Н, в подстановках по Р, 2, от минус бесконечности, ну, по Р, 2, иксовую компоненту берем, подчеркну, иксовая, Р, 2 от минус бесконечности до Р, 2, иксовая компонента до плюс бесконечности. Но у вас система по смыслу построения ограничена в координатном пространстве, то есть у вас все-таки она каких-то ограниченных, ну, грубо говоря, лабораторных размеров. Так что у вас это, конечно, определенный и абсолютно честный ноль, который, обратите внимание, случится и для третьего индекса, и для четвертого, и для пятого, но не случится для первого индекса. Согласны со мной? То есть у вас выпадут все слагаемые из конструкции B, кроме индекса равного единице, потому что у вас нет свертки по ДР1, и тогда у вас здесь будет что-то другое. А так будет здесь 2, 2, 3, 3, 4, 4. Это у вас повторится для всех индексов, кроме первого. Точно так же, если рассмотреть, давайте пункт второй, если рассмотреть конструкцию А, то там у вас обязательно встретится интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности вида ДУ по ДР2 иксовая компонента для определенности, и здесь ДВН здесь живет по ДР2 иксовая компонента, и у вас здесь всегда будет, кроме индекса равного единице, у вас здесь всегда будет ДР, ну, для случая К равно 2, для конкретного случая ДР2, ну, допустим, иксовая компонента. То есть такой интеграл в конструкции А у вас, конечно, встретится. А это означает, что перед вами конструкция вида ДУ по ДР2, иксовая компонента, но у вас дубль ВН-яя в подстановке по П2, ну, допустим, иксовая компонента минус бесконечность, П2, иксовая компонента плюс бесконечность. Считая, что вероятность обнаружить частицу с бесконечным значением импульса это все-таки ноль, то у вас все такие конструкции обратятся в ноль. Поэтому такая же конструкция у вас встретится и для третьего индекса, и для четвертого, но не встретится для первого. Поэтому у нас от всех этих вычислений давайте напишем, остается только случай с индексом, равным единице. А вот случай с индексом, равным единице, ну, это значит так. ДПДТ, ДПДТ, Н, и здесь у вас ДУБЛЬВН, ДР2, и так далее, ДРН, и здесь ДП2, и так далее, ДПН, но это нетронутая часть. А здесь у вас тогда живет только индекс, равный единице, все остальные у вас вылетели по перечисленным причинам. Тогда здесь у вас ДУР1, который можно вынести за интеграл по ДР1, вот не влезет сейчас, умножить, ну, дальше понятно, дальше сумма слетела, умножить на Д ДППДП1, здесь у вас то действие, которое вы совершали, ДУБЛЬВН, и так далее, ДР2, и так далее, до Д, ну, ПН-го, и минус П1 на М, минус П1 на М, ДПДР1, и здесь ваше действие, это конструкция Н, ДУБЛЬВН, и здесь ДР2, с ДР2 до ДПН-го. Итого, в результате того, что перечисленные конструкции у вас обязательно встретятся в расчетах, у вас остается только первый индекс, ну, а первый индекс вам формирует слева, очевидно, по определению вашу F, то есть Д по ДТ от F, ДФ от Т, Р и П по ДТ, ну, если вы все переносите в левую часть, то плюс П на М, плюс П на М, ДФ по ДР, ДФ по ДР, и минус ДУ по ДР, ДФ по ДП, и вот если вы взаимодействие выбросили, а вот мы его принудительно выбросили, и я даже написал, что мы выбрасываем, то здесь ноль. Итого, в правой части у вас ноль. И вы получили кинетическое уравнение, отметьте себе, получили кинетическое уравнение для функции распределения F без учета какого-либо взаимодействия между частицами вообще. И вы получили кинетическое уравнение без учета какого-либо взаимодействия между частицами вообще. Замечание. Но мы выбросили взаимодействие при этих расчетах. Но идеальных термодинамических систем в природе все-таки нет. Но идеальных термодинамических систем в природе все-таки нет. Самое главное, в них бы отсутствовал механизм релаксации к равновесию. В них бы отсутствовал механизм релаксации к равновесию. А системы обязаны релаксировать по нулевому началу термодинамики, которая до сих пор жива, даже в апреле 2017 года в самом конце второго семестра все равно нулевое начало термодинамики, оно живо. Они обязаны релаксировать. Поэтому структура настоящая такого уравнения пока в некотором общем и формальном виде, я его переписывать не буду, но настоящая структура без конкретики, какая живет в правой части, приобретает какой-то такой вид. Здесь кто-то живет. То есть здесь у вас живет кто-то, кого я обозначу следующим образом. ДФ по ДТ столкновений. И назову вот эту конструкцию интегралом столкновений. Не путать ни с какой частной производной ДФ по ДТ. Я с таким же успехом мог написать здесь И просто, И большой, или любую другую букву столкновений. Просто ДФ по ДТ говорит вам о том, что это как бы изменение Ф со временем за счет взаимодействия между частицами. Короче говоря, реальная структура уравнения такова, что в правой части живет пока неизвестный объект, который мы назовем интегралом столкновений. И про него мы можем сказать следующие нюансы. Поэтому давайте скажем про него некоторые слова. Структура интеграла столкновений пока не оконкреченная никак. Структура интеграла столкновений определяется типом взаимодействия. Структура интеграла столкновений определяется типом взаимодействия. То есть очевидно, что для разных систем интеграла столкновения будет разный. Но хотя он для разных систем и разный, прямо есть такое настойчивое пожелание или настойчивое такое желание или требование к нему, чтобы интеграл столкновений снова выражался через эту функцию f, чтобы у вас уравнение было замкнутое. То есть нам бы хотелось, чтобы интеграл столкновений выражался снова через функцию f, чтобы уравнение, конечно, было замкнутое. Следующий нюанс, который можно оговорить про интеграл столкновений. По смыслу конструкция df по dt столкновений drdp, вот так напишем. По смыслу вот этой конструкции есть скорость изменения, скорость изменения, ну это мы в интеграле Больсмана увидим, когда до него доберемся, скорость изменения числа частиц в шестимерном объемчике drdp за счет взаимодействия частиц друг с другом. За счет взаимодействия частиц друг с другом. Скорость изменения числа частиц в шестимерном объемчике drdp за счет взаимодействия частиц друг с другом. Ну и третье требование или пожелание, которое накладывается на интеграл столкновений любого вида, тоже очевидно, отметьте себе интеграл столкновений, но должен иметь структуру, обеспечивающую релаксационный характер системы, релаксационный характер эволюции системы к состоянию термодинамического равновесия. Иначе как бы нулевое начало у нас не сработает. Интеграл столкновений просто обязан иметь структуру, обеспечивающую релаксационный характер эволюции системы к состоянию термодинамического равновесия. Первый и самый простой и самый модельный вид интеграла столкновений, это когда вы сталкиваетесь с уравнением, так называемым, с релаксационным членом. Поэтому напишите себе под заголовок следующий. Первая самая модельная история. Кинетическое уравнение с релаксационным членом. Кинетическое уравнение с релаксационным членом. Ну, конечно, это не вывод, оно полуфеноменологическое, но тем не менее давайте перечислим кинетическое уравнение с релаксационным членом. Напишите так, основные идеи получения. Основные идеи получения. Основные идеи получения, ну давайте проговорим. У нас есть некоторая f0, которая равновесная одночастичная функция распределения, то есть та, которой стремится эволюция системы. У нас есть некоторая f0, равновесная одночастичная функция распределения, то есть та, которой эволюционирующая, зависящая от времени, стремится. То есть идет к f0. Будем считать, что в конце релаксационного процесса будем считать, что в конце релаксационного процесса прямо вот оговариваем, для какой модели это уравнение годится. Будем считать, что в конце релаксационного процесса система слабо неравновесна, то есть начиная с некоторого характерного t больше либо равно tau, она слабо неравновесна, то есть в смысле, что f от t эволюционирующая отличается от f0 в относительных единицах не сильно. То есть вот такое условие слабого неравновесия. Обозначим f1 от t для удобства именно f от t эволюционирующая, вот не влезла сюда, минус f нулевая равновесная, то есть отклонение эволюционирующей от равновесной. А дальше идет самая главная идея, пункт третий. А дальше идет самая главная идея. Остаток релаксационного процесса, то есть вот именно в этом смысле, то есть что она у нас изначально слабо неравновесна. Остаток релаксационного процесса. Пометьте себе, не интересуясь, этого в этом уравнении нет, не интересуясь тем, как система добралась до слабо неравновесного состояния, остаток релаксационного процесса, не интересуясь тем, как система добралась до слабо неравновесного состояния, будем характеризовать одним всего параметром, на самом деле подгоночным, tau, А именно, введем его в рассмотрение следующим образом Что наша эволюция f1 от t при приближении к равновесию ведет каким-то себя следующим образом f1 с волной некоторой от нуля И здесь по экспоненте e в степени минус t к tau И здесь по экспоненте e в степени минус t к tau Отметьте себе так же, что, сейчас я нарисую картинку Что истинные формы эволюции f1 на самом деле мы не знаем Истинные формы эволюции f1 на самом деле она нам неизвестна И tau мы фактически просто подбираем так Чтобы на временах t больше либо равно tau Наш вариант совпадал с реальным То есть на картинке это выглядит следующим образом Вот у вас есть f1 какая-то, которая есть эволюционирующая, приближающаяся фактически к равновесному К равновесной, вот у вас есть какая-то реальная эволюция, про которую вы не знаете, как она именно происходит Вот это вот у вас, напишите себе, вот это вот настоящая эволюция Настоящая эволюция Настоящая эволюция А здесь у вас введена модельная И здесь тогда у вас некоторая f1 от нуля, ну вот от настоящей эволюции А здесь у вас введена некоторая модельная Которая претендует на то, что начиная с времени t больше либо равно tau Вот эти вот хвосты у вас совпадают То есть что эти эволюции у вас совпадают А здесь тогда у вас f1 от нуля вашей модельной То есть, еще раз повторю, tau фактически как подгоночный параметр Подбирается так, чтобы при t больше либо равно tau Я подчеркну, что вот это вот у вас, это ваше как раз модельное f1 с волной от нуля на е степени минус t к tau Тау подбирается так, чтобы при t больше либо равно tau Наш вариант совпадал с реальным Наш вариант совпадал с реальной эволюцией Тогда, если вы выстраиваете такую конструкцию для f1 То f1 с точкой, которую вы хотите поселить в правую часть этого модельного уравнения У вас начинает выглядеть очень просто У вас же экспонента там Поэтому f1 с точкой, производной по времени Вам даст минус единиц на tau в строке Снова на f1 от t Снова на f1 от t То есть, если вы вспоминаете, что такое f1 То есть, если вы вспоминаете, что такое f1 То это минус f от t Минус f нулевая И здесь у вас tau И тогда Здесь сотру, пока не перехожу на другую доску И тогда вы получаете, что в правой части Кинетического уравнения с релаксационным членом У вас живет следующая конструкция Значит, и того, левая часть не меняется df по dt плюс p на m df по dr df по dr И здесь раньше был 0 А теперь здесь у вас Минус f минус f 0 На tau Абсолютно модельная конструкция Выстроенная вот буквально руками Замечания Ну, вы должны понимать, что, конечно Все, что я здесь руками состряпал Это именно руками состряпано Поэтому давайте это проговорим Экспоненциальный характер эволюции По большому счету Никакие доводы, что много что Эволюционирует или релаксирует По экспоненте Но это все-таки общие слова и только Экспоненциальный характер релаксации Ничем не обоснован По большому счету Просто введен в рассмотрение Экспоненциальный характер релаксации Ничем не обоснован И в данном случае просто моделен И в данном случае просто моделен По построению Я пока буду стирать По построению Уравнение описывает По построению Уравнение описывает Состояние близкие К равновесному Как мы проговорили По построению Уравнение описывает Состояние близкие К равновесному И давайте все-таки Немножко похвалим Это полуфеноменологическое уравнение Еще скажем про него один нюанс Хоть это уравнение Полуфеноменологическое Полу потому что Левая часть получена В общем-то честно Отталкиваясь Это уравнение Леувиля А правая Модельная Поэтому хоть это уравнение Полуфеноменологическое Но достаточно простое Особенно для решения задач Но достаточно простое И оттого Очень распространенное И оттого Очень распространенное Если вы рассмотрите Случай Давайте пункт следующий Там какой-нибудь четвертый Напишите Обсуждение этого уравнения Последний Если вы рассмотрите Случай Слабо неравновесный Какой в принципе И подходит Для этого уравнения Если вы рассмотрите Случай слабо неравновесный То есть когда F Не зависит от T Явно Когда F Не зависит от T Явно Пусть у нас F Не зависит от T Явно Это как раз у нас Некоторый слабо неравновесный Случай Детали эволюции У вас отошли На Второй план И тогда у вас Получается Давайте я так напишу 0 ДФ по ДТ У вас 0 Все вот это вот Что живет здесь Я пока обозначу За некоторые скобки То есть в скобках у вас Живет П на M ДФ Уже не зависящее Явно от времени От R и P По DR Минус ДУ По DR ДФ От R И P По DP А справа Справа у вас живет Подчеркну Минус Ф От R И P Минус равновесное Ф0 От R И P И здесь у вас живет Тау Тогда Если вы хотите написать Решение Этого уравнения Вам же его надо еще решить То вы пишете Что F от R и P Прямо выражаете F от R и P Это есть F0 От R и P От R и P Минус тау На вот эту вот скобку На вот эту вот скобку Но в которой живет пока тоже F И поэтому Ценность этого решения Никакая Вы пишете выражение F через F Ценность этого решения Не содержит никакой Поэтому давайте скажем Что вы Подставляете Принудительно В эту вот скобку То есть вот Добавку живущую Добавку к F0 Вы подставляете В эту скобку Принудительно Нулевое приближение По F Вы подставляете В эту скобку Принудительно Нулевое приближение По F то есть f нулевое, и получаете тогда, что у вас здесь минус tau p к m, здесь у вас df по dr, и минус df0 уже по dr, и минус du по dr, и здесь df0 по dp, и здесь df0 по dp. То есть подставив нулевое приближение f равно f0 в добавочку к f0, живущую при tau, вы получаете, отметьте себе, вы получаете решение кинетического уравнения, ну вот такое решение, решение кинетического уравнения, которое у вас используется в задачах, широко, решение кинетического уравнения с релаксационным членом. Решение, давайте я помечу, что все-таки это приближенное решение, решение кинетического уравнения с релаксационным членом. Дальше скажем, завершая сюжет про это уравнение, так, я вот это вот сотру, что по большому счету vtf0 нам известен, потому что распределение по импульсам в равновесии Максвелловское, это вы знаете, поэтому отметьте себе, что vtf0, который здесь у вас написан просто как некоторая равновесная функция, vtf0 нам фактически известен, это распределение Максвелла, ну давайте его напишем в общем случае в системе отсчета, двигающийся вместе со средой. Давайте его в самом общем случае напишем в системе отсчета, двигающийся со средой. То есть тогда у вас вид f0 от r и p фактически вам известный, это есть некоторое n от r, здесь у вас единица на 2mπθ от r, локальная температура в степени 3 вторых, и здесь у вас Максвелловская экспонента, обобщенная на случай, если у вас система двигается со средой, то есть минус тогда p минус m u от r, здесь у вас квадрат, и здесь 2mθ от r. Итого, перед вами появился вид f0, отметьте себе, вид f0, определяющее решение уравнения, перед вами фактические распределения Максвелла, в системе отсчета, двигающейся вместе со средой. В системе отсчета, двигающейся вместе со средой. Так, ну это на самом деле только начало всех ваших мучений, связанных с кинетикой и ее формализмом, потому что, ну я еще на этой доске начну, а потом на второй половине перейду на вторую доску, потому что теперь нам нужно сохранить взаимодействие. Все замечательно, мы его не сохранили, мы написали модельное релаксационное уравнение, а дальше-то все сложнее, поэтому напишите себе под заголовок цепочка уравнений Боголюбова, цепочка уравнений Боголюбова, цепочка уравнений Боголюбова для кинетических функций распределения, то есть уже не одной. Цепочка уравнений Боголюбова для кинетических функций распределения. Ну давайте пункт первый. Давайте пункт первый. Ну так и скажем, введем, вследуя Боголюбову, введем, вследуя Боголюбову, последовательность теперь функции распределения, а не одну функцию распределения, одночастичную, последовательность функции распределения F1, F1 от T, R1 и P1, как V, у вас меняется немножко структура функций, но они связаны простым соотношением у вас. W, N та же самая, и здесь тогда все DQ, все DP, но только тогда у вас нет свертки по первому индексу для координаты и по первому индексу для импульса. Этого здесь нет. Введем F2 и так далее. Введем F2 от T, R1, P1, в таком порядке напишем, R1, P1, R2, P2 от этих переменных зависимость осталась, и здесь у вас тогда V квадрат, V квадрат, и здесь W, N ваша, но только свертка идет по всем DQ, DP, кроме первого и второго индекса, DR1, DR2, DP1, DP2. По ним свертка не идет. если вы, если вы, если вы, оставляете взаимодействие, вот в прошлом получении уравнения, то есть вы взаимодействие оставляете, то тогда перед вами возникает уравнение вида, DW, N, возвращаемся туда, но только оставляем взаимодействие. Тогда, если вы сохраняете взаимодействие, то уравнение у вас для W, выглядит следующим образом, DW по DT, здесь структура та же самая, что у вас и была, сумма по K от 1 до N, DU, без взаимодействия, которая была часть, по DRKT, на DW по DPKT, здесь ничего не меняется, здесь минус PKT на M, здесь все то же самое, минус PKT на M, DW по DRKT, но здесь у вас добавляется кусочек от второй части Гамильтониана, где у вас парное взаимодействие, поэтому здесь у вас живет еще одна сумма, я ее напишу, сумма по S от 1 до N, и там у вас два слагаемых, вообще-то говоря, но у вас H1 от P не зависит, поэтому там производная вылетает сразу, но H1 от R зависит, поэтому вот вашу H1, зависящую от R, я запишу, но только уже производную по DRS, значит, ту, которую взаимодействие я выкинул, здесь у вас живет еще одна сумма, по G, при, значит, соответственно, G не равном S, вы дифференцируя ваше взаимодействие, я для краткости напишу, DFS GT по DRST останавливаете тем самым индекс S, и здесь у вас живет DWN еще по DPST, по DPST, это вот то, что фактически мы выкинули в прошлый раз, значит, здесь для краткости обозначено, что просто, чтобы долго не писать, что FSGT это F, естественно, RST минус RGT, так, ну давайте я на этой доске дообъясняю, а выводы напишу уже на следующей, на второй доске, смотрите, действуем на все слагаемые, точно так же, логика, действуем на все слагаемые этой конструкции, на все слагаемые этого выражения конструкции, но другой, здесь у вас объем V и свертка по DR2, вы же другой, другие функции выстраиваете, свертка по DR2, DRN, DP2, DPN, действуем на все слагаемые этой конструкции, на все слагаемые этого выражения вот этой конструкции, тогда, ну самое интересное, что произойдет с вот этой вот конструкцией, когда у вас бежит индекс S, то есть вы можете сказать по рассказанному на первой половине, что произойдет с индексом S при вот такой вот свертке вот в этой вот, вот в этом, в этих вот слагаемых. По тем же самым причинам, да, по тем же самым причинам, по той же самым, по тем же самым причинам, у вас здесь останется только S равно 1, а все остальные у вас превратятся на 0. Вот это вот понятно по той же самой причине, потому что у вас здесь живет DF первое, житое по D первое, оно останется, второе вылетит, третье вылетит, потому что структура та же самая, поэтому от S у вас останется только индекс первый, Вот поэтому, переходя на эту доску, я напишу, что у вас остается тогда, значит, ну, здесь у вас сразу, я для краткости напишу, df1, df1 от t, r1, p1 по dt, плюс, ну, и, соответственно, во всех остальных слагаемых все то же самое происходит, полная аналогия, плюс p1 на m, и здесь df1 по dr1, df1 по dr1, минус, левая эта часть привычная, минус du по dr1 на df1 по dp1, на df1 по dp1, а правую часть я распишу следующим образом, смотрите, у вас сумма по s слетела и остался только индекс 1, но сумма по g тогда у вас бежит с 2, потому что g у вас не может быть равно s, потому что у вас все-таки здесь s с g-то живет, значит, g тогда бежит с 2, поэтому я пишу, что здесь у вас тогда, вот здесь хитро напишу и отдельно, прямо вот отдельно это слагаемое распишу, значит, вы действуете, здесь у вас конструкция была, которой вы действовали, где она, v была в строке, а теперь я распишу так, как мне удобно, не забывая, что там v, я пока поселю сюда единицу на v, сумма у вас осталась по g, но она бежит с 2, но она бежит с 2, сумма по s слетела, и здесь я напишу, удобно расфасовав то, что у нас там получается, здесь у вас получается df1 от всех s осталось, и больше ничего, gt, по dr1, сюда вытяну принудительно drg, dp, dp, и тогда здесь расфасую так, dp, 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 dp1, но у нас было в строке все-таки действие v, поэтому здесь нам нужно дописать v квадрат, v квадрат, чтобы действие-то было то, с которого мы начали, а здесь тогда у вас получается интеграл, wn, dq, dp, все dq, dp, но кроме первого, dr1, dp1, потому что действие было такое, и кроме какого? Кроме житого, которое принудительно вытащили сюда, то есть здесь еще нет dr житого, и здесь еще нет dp житого, вот не влезло, и я вот эту вот скобку закрою. Для чего я так расфасовал? Чтобы вы высмотрели здесь, какую функцию, какая здесь у вас функция живет из наших введенных последовательностей этих функций. f2 от каких аргументов? От тех, по которым вы не сворачивали, правильно? Поэтому отметите себе, что здесь у вас живет f2 от t, r1, r житая, по ним свертка не идет как бы в каждом слагаемом, и здесь p1, p житая, p1, p житая. То есть здесь у вас f2 вот от таких аргументов живет. Поэтому у вас получается, на самом деле эта цепочка, вот первая цепочка выводится быстро, поэтому у вас получается, что перед вами, если считать, что слепая переменная интегрирование, очевидно, ни на что не действует, перед вами n без единицы одинаковых слагаемых в этой сумме, n без единицы одинаковых слагаемых в этой сумме, ну, n без единицы делить на v, поэтому, совершая предельный статистический переход и снимая сумму, вы не забываете, что у вас n без единицы делится на v, n вы вытаскиваете, здесь тогда будет единица минус единица на n на v, вот этой вещью вы пренебрегаете, и у вас перед этим интегралом появляется удельный объем, живущий в знаменателе. Согласны с этим? Что у вас n без единицы одинаковых слагаемых? Тогда у вас получается, ну, собственно говоря, и все. df1 от t, r и p, здесь у вас по dt, плюс p на m, df1 по dr, df1 по dr, минус du по dr, df1 по dr, df1 по dp, df1 по dp, и здесь у вас единица на v после применения предельного статистического случая, да, n большой у вас, а здесь тогда у вас, ну, вот кто там у вас жил, тот и живет, значит, тогда df от r минус r штрих по модулю по dr умножить, продолжаю этот интеграл умножить, там у вас появилось, df2, df2, которая зависит от t, r, r штрих, p, p штрих, по dp, и осталось у вас интегрирование по dr штрих по dp штрих. Учитывая, что все слагаемые у вас одинаковые, слепую переменную интегрирование вы обозначили так. Так, а это уже много, потому что, отметьте себе, что вы получили первое уравнение цепочки Боголюбова. Вы получили первое уравнение цепочки Боголюбова. Оно является основным для наших дальнейших вычислений. Если вы хотите получить следующее уравнение, то вам нужно подействовать, соответственно, операцией v2 и свертка, начиная с третьего индекса. v2 на интеграл и свертка с третьего индекса, но в наших здешних изысканиях такое нам не понадобится. Ну а теперь, имея под рукой первое уравнение цепочки Боголюбова для кинетических функций распределения, рассмотрим два, но, к сожалению, один очень кратко, за неимением просто времени. Они оба очень интересны. Рассмотрим два частных случая, хотя сам автор первого частного случая был против того, чтобы так рассматривать, и считал, что рассматривать надо все едино, я имею в виду Власова. Поэтому давайте рассмотрим первый частный случай, назовем его дальнодействием. Второй случай короткодействия, более подробно рассмотренный, он будет относиться к уравнению Больцмана. Итого, рассмотрим первый частный случай. Уравнение Власова Анатолия Александровича, работы которого по осмыслению и уравнению Больцмана, и получению собственного уравнения, чрезвычайно, на мой взгляд, интересны, с точки зрения того, как он получал свое уравнение, почему он не хотел писать в этом уравнении столкновительную конструкцию, которая была у Больцмана, как он это объяснял. Вот с точки зрения размышлений автора этого уравнения, его работы очень интересные, я считаю. Если как бы доведется, просто почитайте, как человек сам получал это уравнение. Потому что здесь все-таки у вас адаптированный подход, а как он сам получал, совсем не так, как я расскажу. Так, итого у нас уравнение Власова. Давайте я напишу. Анатолий Александрович Власов. Так, 1938 года уравнение. Так, ну раз у нас случай дальнодействия, давайте проговорим некоторые нюансы. Потенциал взаимодействия кулоновский. То есть у нас система с кулоновским взаимодействием. f от r здесь плюс-минус e квадрат на r. Система с кулоновским взаимодействием. И давайте проговорим некоторые нюансы. Ну вот сколько я успеваю потратить времени, к сожалению, из-за вылетевшей лекции на вот это вот уравнение. Итого у нас кулоновское взаимодействие. То есть частица, нюансы этого взаимодействия хотя бы проговорим. То есть частица, некоторая выделенная, взаимодействует сразу в такой модели со всеми частицами ее окружающими. Частица взаимодействует сразу со всеми окружающими ее частицами. Система в целом, конечно, считается нейтральной. Радиус такого взаимодействия равен бесконечности, дальнодействия. Радиус такого взаимодействия равен бесконечности, это дальнодействие. И самый главный нюанс, который вводится сюда в рассмотрение, фактически вот о котором много было споров, как бы о куда выбрасывается столкновительный член. Давайте проговорим так. Все частицы в такой системе действуют на данную. Прямо важную физику проговорим. Все частицы в такой системе действуют на данную, создавая в точке ее нахождения некоторое общее, так называемое, самосогласованное поле. Некоторое общее и так называемое самосогласованное поле. Причем, общее самосогласованное поле, причем оно имеет главенствующее значение. В том смысле, что вклад в поле от n-2 каких-то двух выделенных частиц, вклад в это поле от n-2 каких-то выделенных частиц, гораздо больше, я вот просто напишу символически, гораздо больше, чем от двух, то есть нашей рассматриваемой и еще второй какой-то. Чем от двух, не буду здесь писать неравенство, просто на словах проговорю, чем от двух, то есть нашей какой-то, за которой мы наблюдаем, и еще какой-то выделенной. А это означает следующее. Это означает следующее. Что мы имеем дело в этом подходе, вот дальше прямо отметьте себе, с так называемой концепцией главенствующего значения самосогласованного поля, С так называемой концепцией главенствующего значения самосогласованного поля, которая означает, что вклады в характеристики системы, связанные с учетом индивидуальных корреляций между двумя частичками, связанные с учетом индивидуальных корреляций между двумя частичками, пренебрежимо малы по сравнению с эффектами, обусловленными главным слагаемым. Ну а теперь я напишу, про что речь. Итого, главенствующее значение самосогласованного поля означает, что ваша F2 история про две частички. История про две частички, то есть здесь у вас T, R, здесь у вас R', P и P', распадается на историю, что они друг друга не слышат. То есть F1 от своих аргументов, T, R и P, ну произведения независимых вероятностей, да, фактически на языке теории вероятности, умножить на F1 от T и других аргументов R' и P', плюс, вообще-то говоря, некоторое слагаемое, отвечающее за эти корреляции, я его назову G2, но которое выбрасывается, так как считается, что главенствующее значение приобретает подход именно самосогласованного поля. То есть у вас F2 распадается на F1, на F1, и парные корреляции между частичками выбрасываются из рассмотрения. А раз так в таком подходе и в таком формализме, то тогда вы это F2, именно эту F2, и подставляете в цепочку уравнения Боголюбова, которая вот у нас записана выше, именно такую F2 и подставляем, поэтому давайте сейчас вот напишем, раз так, то тогда правая часть уравнения Боголюбова, давайте я только ее пока напишу, F1 некоторая, которая вообще-то говоря зависит от F2, пишу только правую часть первого уравнения цепочки Боголюбова, тогда правая часть имеет вид единица на V, не тронутая, единица на V, здесь DR' здесь DR' DP', здесь там у вас еще было, соответственно, DF по DR, ну давайте напишем, DF от R минус R штрих, DF по DR, DF от R минус R штрих по DR, а здесь у вас F2 распалась на произведение, F1 на F1, то есть частички друг друга не слышат, но у одной аргументы R и P, у другой аргументы R штрих и P штрих, поэтому у вас здесь будет F1 от T, R штрих и P штрих не тронутая, но здесь у вас будет еще DF1, вторая-то часть, где дифференцирование по DP, умножить на DF1, а эта-то часть зависит от P, поэтому здесь T, R и P, и здесь по DP. Принудительно обозначим, принудительно обозначим эту конструкцию для упрощения и понимания, с чем же мы здесь столкнулись, следующим образом. D по DR, от некоторого У с волной, от некоторого У с волной, которая зависит от T и R, сейчас обсудим, что это за У с волной, и у вас здесь живет еще некоторое DF1 по DP, но DF1 у вас зависит от T, R и P. От T, R и P. Тогда что же у нас вошло в У с волной? В У с волной у нас вошло У с волной, зависящее от T и R, оказалось такой вещью, единицы на V, единицы на V, так, F от R, R минус R штрих, F от R минус R штрих, F1 там живет, от T, R штрих и P штрих, R штрих и P штрих, и по DR штрих, по DP штрих идет интегрирование, и по DR штрих, по DP штрих идет интегрирование. Но если вдуматься, что это, то есть вот эта вот конструкция, которая обозначена принудительно за У с волной, что это такое? Давайте обратим внимание, что N на V, N на V, то есть перевернутое то, что у нас здесь живет в знаменателе, F1 наша, но только уже боголюбовская, от T, R штрих, P штрих, от T, R штрих и P штрих, по DP штрих, дает вам локальную плотность, N вблизи точки R в момент времени T, вблизи точки R штрих в момент времени T. То есть вот эта вещь у вас просто по факту, построение всех этих функций и всех идей, которые были еще на прошлой лекции, это у вас плотность числа частиц локальная, то есть в окрестности точки R штрих. Тогда перед вами У с волной преобразуется совсем в простую конструкцию. У с волной от T и R У с волной от T и R у вас становится равной такой штуке, значит, здесь интеграл, локальная плотность, N от... У ползла локальная плотность, здесь у вас N от T и R штрих, F от R минус R штрих, и здесь у вас по DR штрих, и здесь у вас по DR штрих. Что это по смыслу модели и по смыслу написанного? Вот прям что это? Смотрите, локальная плотность, с которой размазаны у вас заряды, потенциал взаимодействия, все это собрано в точке R в момент времени T по всей системе. Что это? Это и есть ваш потенциал, да, совершенно верно, это и есть ваш потенциал самосогласованного поля. Поэтому отметьте себе, мы на словах проговорив, получили, что перед вами возник действительно тот самый потенциал самосогласованного поля, который создается всеми частицами, который создается всеми частицами, распределенными в пространстве, который... Давайте аккуратно поговорим, потому что это главная идея этого формализма, хотя мы его не договорим, но все-таки. Который создается всеми частицами, распределенными в пространстве, с плотностью N в точке R, буквально собрано, в точке R в момент времени T. В момент времени T. Тогда... Но это, если вы вспомните, это у вас была всего-навсего правая часть уравнения Боголюбова, и ничего больше. Поэтому, перенося это слагаемое в левую часть, перенося это слагаемое в левую часть, давайте я напишу, у вас получается уравнение dF1 от T, R и P по dt плюс P к M и здесь dF1 по dr минус d по dr но только под d по dr теперь живут у вас как бы два U одно у вас то, которое было внешним потенциалом и теперь у вас здесь еще живет потенциал самосогласованного поля плюс U с волной от T и R на dF1 по dP на dF1 по dP и это есть 0 и это есть 0 перед вами ну по сравнению с героическими обсуждениями размышлениями получениями подходами и мучениями по получению этого уравнения как оно было в истории на самом деле конечно очень легко полученные кинетическое уравнение напишите себе кинетическое уравнение в приближении самосогласованного поля кинетическое уравнение в приближении самосогласованного поля или уравнение Власова 1938 года выпуска или уравнение Власова 1938 года выпуска что здесь у плюс у с волной что скобка 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 все закрыто здесь а нет но здесь это я просто чертил что это важное уравнение ну давайте проговорим два нюанса его обсуждать можно очень долго и и дальнейшего его изучения тоже как бы еще на лекцию на самом деле который у меня просто нет вот по факту отметим что уравнение условно в том смысле что всегда существует два сорта частиц положительные отрицательные два сорта частиц положительные отрицательные и вы тогда по факту сталкивайтесь фактически с системы уравнений власова а не с одним уравнением ну и давайте отметим что столкновения не учитываются в такой модели очень конечно интересно сам власов все это рассказывал писал столкновение в такой модели не учитываются то есть у нас как бы формализм без столкновительной плазмы у нас формализм без столкновительной плазмы и в прямом смысле разреженности этой плазмы и в смысле на ли и смысле отсутствия какого-либо какой-либо конструкции в самом уравнении которая бы описывала эти столкновения то есть во всех смыслах это у вас модель без столкновительной плазмы ну а теперь перейдем к второму и слава богу у меня сегодня уже на него осталось кое-какое время и очень важному случаю хотя наверное они равноценны по важности но прямо вот сейчас должны были бы прозвучать фанфары потому что очень важная тема напишите случай короткодействия конечно второй частный случай случай короткодействия второй частный случай но под заголовок как бы прямо вот знаменитый кинетическое уравнение болтсмана кинетическое уравнение болтсмана придется проговорить много огрублений без которых мы не придем к самому уравнению поэтому здесь я буду все таки пока у меня есть время более конкретным пункт 1 рассматривается система из одинаковых нейтральных уже частиц система из одинаковых и уже нейтральных частиц и ну давайте итого система из нейтральных одинаковых частиц давайте пункт 2 здесь будет много очень нюансов и и важно отметить что главный механизм главный механизм главный механизм главный механизм определяющий эволюцию системы ну вот определяющий эволюцию такой системы это соударение частиц друг с другом то есть нужно учесть как-то соударение именно соударение частиц друг с другом соударение то соударениями давайте пунктом 3 отметим все таки есть и цель более конкретная математическая цель замкнуть первое уравнение цепочки боголюбова цель замкнуть первое уравнение цепочки боголюбова то есть я его напишу и того дф1 по дт плюс пкм плюс пкм дф1 по др дф1 по др минус ду по др минус ду по др дф1 по дп дф1 по дп и здесь у вас правая часть это вообще-то говоря ну я так и напишу f от r п и вообще-то здесь зависимость живет в уравнении боголюбова от f2 я вот через черту напишу здесь же зависимость входит через f2 так вот цель замкнуть конечно на функцию f1 замкнуть на функцию f1 но на основе учета но на основе учета но на основе учета процесса столкновений частиц друг с другом но на основе учета процесса столкновений частиц друг с другом если в уравнении власова все-таки концепция главенствующая концепция самосогласованного поля легко позволило вам расщепить F2 на F1 на F1, это же важный момент был, то здесь на самом деле исходно, пока как поступать, непонятно. Поэтому давайте напишем, отчертим все эти пока общие идеи и напишем допущение. Прямо допущение нашего подхода. Допущение. Тоже очень жесткие и такие, не заметить их нельзя. Мы будем учитывать только парные столкновения. Это серьезное допущение. Мы будем учитывать только парные столкновения. Мы будем учитывать только парные столкновения Пренебрежение тройными Пренебрежение тройными столкновениями означает Пренебрежение тройными столкновениями означает Что мы будем рассматривать на самом деле разреженные газы Именно вот в этом смысле Что мы тройными столкновениями пренебрегаем Пренебрежение тройными столкновениями означает, что мы рассматриваем разреженные газы. Конечно, здесь есть некоторый скрытый момент, потому что тройные столкновения еще и очень трудно учесть. В том смысле, что задача трех тел фактически не решается. Но мы просто их выбрасываем из рассмотрения, рассматривая парные и все. Радиус действия взаимодействия, звучит немного тавтологично, но тем не менее. Радиус действия R0 в такой системе, он же не бесконечность, много меньше среднего расстояния между частицами. Итого, радиус действия нашего взаимодействия в такой системе много меньше среднего расстояния между частицами, но которое у нас всегда было А, то есть корень кубический из V к N. Когда вас на экзаменах в аспирантуру спрашивают, оцените характерное расстояние между частицами, если у вас объем V и числа частиц N, вот этот вот корень кубический из V к N, как оценку, мало кто пишет почему-то. Я как бы сижу в комиссии, сижу, молчу и страдаю, думаю, а над чем же человек думает? Две буквы выданы, и человек не пишет. Дальше. Таким образом, в системе с короткодействием, R0 много меньше А, частицы практически двигаются все время как свободные, вот это все уже важно пошло, все время. И таким образом, эволюция системы, давайте я вас спрошу, а как бы если они двигаются все время как свободные, то какая главная функция из череды, из вот ряда функций, боголюбовских функций, главная для описания такой системы? Да, вот тут все просто, именно F1, потому что у вас разреженный газ. Итого, а эволюция системы на языке эволюции F1 будет определяться парными столкновениями по нашему требованию просто, по нашему построению. Будет определяться парными столкновениями по нашему требованию. Отметим, что, отметим, что, если взять, вот это важный момент, без оценок, но просто представьте себе, отметим, что, если взять среднюю плотность газа при нормальных условиях, и оценить число парных соударений в одном сантиметре кубическом, то есть сколько их там, и оценить число парных соударений в одном сантиметре кубическом за одну секунду, то окажется, что их будет огромное число, порядка 10 в 29. Но это не молекулярные масштабы. Все-таки, как бы, молекулярные масштабы, они все-таки поменьше. Поэтому, если это страшное и впечатляющее число немножко опустить до уровня молекулярных масштабов, давайте все-таки проговорим, что в молекулярных же масштабах, то есть вот в более тамошних, на языке там времени свободного пробега, длины свободного пробега, в молекулярных же масштабах за время свободного пробега, Тау, в молекулярных же масштабах за время свободного пробега, Тау, в объеме с линейными размерами порядка длины свободного пробега, Вот молекулярные масштабы. Молекулярные же масштабы за время свободного пробега в объеме с линейными размерами порядка длины свободного пробега, длина свободного пробега. Столкновений будет, конечно, более скромное число, порядка 10 в четвертый. Порядка 10 в четвертый. Но сколько бы их там по порядку величины не было, для нас важно следующее. Отметьте себе, что важно, что получается, что процесс парных соударений не единичный и нередкий. Что процесс парных соударений не единичный и нередкий, а получается, что он массовый. То есть в каких масштабах его не рассматривая, это массовый процесс. Давайте пункт четвертый, по-прежнему оговорок, с какими мы подходим к получению уравнения Больцмана. В начале всех этих рассуждений, пока, потом мы все-таки это дело уточним, мы откажемся от рассмотрения, в начале рассуждений, мы откажемся от рассмотрения пространственно-неоднородных систем. Пространственно-неоднородных систем. То есть будем считать, что наше некоторое поле УАТР, что наше некоторое поле УАТР выключено. Что наше некоторое поле УАТР выключено. Ну а дальше давайте я успею сказать очень важную мысль, потому что без нее никуда. Хотелось бы сегодня все-таки уже ее сказать. Ну а дальше нам придется задуматься вот над чем. Ну в принципе вы уже сказали, что если вы рассматриваете такую модель, когда у вас разреженный газ фактически, когда тройные столкновения выброшены, то так называемой фактически управляющей функцией, то есть главной функцией, которая описывает такую систему, является F1, потому что у вас фактически система разреженного газа. Да, есть парные столкновения, но только парные. И вот на этом основании, конечно, там сложнее все, но вот я пытаюсь прям попроще объяснить. Давайте введем так называемое предположение Боголюбова. Это вот мысль как бы оматематизированная, но вот именно того, что я попытался объяснить на пальцах. Предположение Боголюбова состоит в следующем. Что при переходе к кинетическому этапу эволюции, от механического, от механических временных масштабов, что при переходе от механического этапа, когда у вас там Т порядка Тау-столкновений, к кинетическому этапу эволюции, когда дельта Т много больше Тау-столкновений, так вот, на этом этапе эволюции, на котором F1, кинетическом этапе эволюции, на котором F1, как мы попытались понять, на самом деле сложная уже история идет, на котором F1 управляет временной эволюцией системы, на которой уже F1 управляет временной эволюцией системы, А вот само допущение Боголюбова. Все Fs-ты, все Fs-ты, то есть все Fs-ты, то есть это от Т и здесь x1 и так далее до xs, и здесь xs, ну xs это у вас набор, да, R и Т и P и Т. Начиная с S, соответственно, нас интересует со второй, начинают зависеть от Т через зависимость от F1, как главной управляющей функции. Через зависимость от F1, как главной управляющей функции. То есть, к примеру, по предположению Боголюбова, я должен написать, что F2, это есть F2 от набора двух R и набора двух P, но здесь для краткости я напишу x1, это R1, P1, x2, R2, P2, и вот зависимость от времени входит сюда через F1. Тогда, а для нас это важно, потому что мы хотим уравнение замкнуть в правой части на F1, G. Поэтому тогда мы приходим к выводу, пока я стираю, отметьте себе, мы приходим к выводу о существовании, таки, ура, как бы, замкнутого относительно F1. Замкнутого относительно F1. Но мы его построим руками, поэтому мы увидим, что оно есть такое. Замкнутого относительно F1. Кинетическое уравнение, правая часть которого была как бы F от x, и здесь F2, и здесь было F2. Ну, тогда у нас, если так, то тогда у вас F от x остается, F2, она у вас от x, x' и по допущению, сейчас договорю, и по допущению от F1. Ну, и тогда в окончании, здесь нет никакого штриха, от x, x', и тогда у вас получается, что правая часть в конечном счете, напишу так, F с волной, таки выражается через x, и нам самое главное, от F1. От F1. Да, и давайте скажу последнюю фразу, чтобы следующую лекцию начать просто уже с вывода. И последняя. И последняя. Таким образом, и прямо итоговая фраза всех допущений. Таким образом, на кинетической стадии, таким образом, на кинетической стадии, учет парных столкновений, учет парных столкновений, которые, как мы поняли, происходят постоянно и в массовом количестве, на любых масштабах, которые, как мы поняли, или как мы заметили, происходят постоянно и в массовом количестве, можно производить, как бы на уровне стационарного явления, можно производить, как бы на уровне стационарного явления, при описании которого величина F от T, R и P, при описании которого, последние слова, при описании которого величина F от T, R и P имеет смысл плотности. Если вы вспомните ее определение, имеет смысл, или условия нормировки, как хотите, имеет смысл плотности числа частиц, плотности числа частиц в пространстве R и P. В пространстве R и P. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова